Коммунальный коллапс на Ленинградской. Нечищенные дороги, мусорные завалы, текущие крыши, полуразрушенные подъезды. О ситуации нашей съемочной группе рассказали сами жители из Октябрьского района Александр Попов. Вот такая гора мусора здесь была еще вчера. Из-за снежной каши на дороге вынести его можно было разве только вручную. За зиму в небольшом переулке на Ленинградской улице ни разу не видели уборочную технику. Буквально за день до приезда мы обратились в мэрию за комментариями. И уже на следующее утро снег чудесным образом убрали. Очистили и контейнерную площадку, которой не могли проехать мусоровозы. Но шаг влево или вправо от муниципальной дороги вы попадаете как будто в полузаброшенную сибирскую деревню. Лидия Глухова по зайчьей тропе из подъезда иногда выходит на корточках. Во-первых, я на второй группе инвалидности. Говорить даже не могу, стихаюсь. Я сегодня хоть ползком ползела, за машину держалась или прошла. Как говорят сами жители, вот уже несколько лет в микрорайоне не видели ни дворника, ни технички. Снегопады на субботники выходят и старый млад. Вот на Чехова 388 работают ребята вместо дворника. Все убираем сами. Жильцы дома складываются деньгами, нанимают технику специально, чтобы вывезти снег. Хотя бы убрать его отсюда, потому что управляющая компания ничего не делает абсолютно. Об отношении к жилфонду управляющих компаний ССЦ и УК ЖХ Октябрьского района можно судить по кровлям, состоянию подъездов, козырьков, которые вот-вот рухнут. Забытые богом все. У нас ни дворников нет, ни мастеров, никто. На нас особенно последние пять лет, на нас просто никто не обращает внимания. Вообще никто. Сосульки у нас вот эти, это дом проходящий. У нас постоянно здесь, как говорится, вот такие висят еще более сосульки, больше, чем сейчас есть. Причем в запущенном состоянии весь микрорайон. Вытянуть и решить проблему хотя бы одной из этих двухэтажных временок не сможет ни одна УК. Дании не пытаются. Так давайте, друзья, депутаты. Я не знаю все управляющие компании, я не знаю, кого попросить, кого позвать. Вы, пожалуйста, ради бога, наведите нам хотя бы какой-то минимальный порядок. В таких условиях жить просто невозможно. Александр Попов, Алексей Зубила. Новости ОТС.